Привет всем! Сегодня 20 марта 2015 года. Над Великобританией в 9 утра, в 9.30 было одно из самых больших солнечных знатмений. Следующее будет через 11 лет. Темнота, неполная, правда 87%, покрыла всю страну. На севере было полное затмение и в Норвегии 100%. Как на Украине, я не знаю. Сегодня тема будет продолжение эмиграции. И мои советы, мои пожелания в продолжении первого фильма. Как я уже сказал, что эмиграция вопрос довольно-таки непростой. Многие люди задают вопрос, вот мало средств, куда деваться, каким образом уехать. Вот, попробую ответить на этот вопрос. Его задает немалое количество людей в личку. Так вот, если вы куда-то переместились, в Польшу, Венгрию, Словакию, с семьей или с детьми, и если есть у вас хоть малейшая возможность или зацепка начать зарабатывать деньги, делайте, пытайтесь, конечно, попытаться зацепиться каждый в своем индивидуальном случае. Потому что вопросы эмиграции очень сложные и, как правило, очень индивидуальны. В этом фильме я попробую вам, как бы, кратко объяснить, куда следует обращаться, если вы уже находитесь не на Украине. В каждой из стран довольно много адвокатов, выходцев из наших, которые в свое время, начиная с 90-х годов, повыезжали в страны. Есть такие люди в Чехии, в Словакии, в Польше, в Болгарии. Но, допустим, в Польше очень много сложностей с тем, что даже получив карту поляка, да, вы можете проезжать в страну, вы можете уезжать. Я вот сейчас не владею ситуацией, можете ли вы с картой поляка получить польское гражданство. По всей видимости, времена прошли, и только лишь те, у кого отец, отец, в основном отец поляк, вы можете начать длительный процесс по получению польского гражданства. Насколько мне известно, со слов консула-посла, одной из стран, в которых я был и задавал прямые вопросы, мне сказали так, что по какому-то там пакту, контракту между Сталиным и тем правительством Польши, которое было во времена Сталина, было принято решение, что все поляки, которые остались за Богом по ту сторону, то есть на территории бывшего Советского Союза, больше не поляки. Ну, как бы поляки, не поляки, но есть договор, есть документ, а те уже украинцы или другие, которые остались на территории Польши, вот уже как бы они поляками стали. То есть до сегодняшнего дня, насколько мне известно, этот договор не отменен, и по большому счету, польское правительство, которое на сегодняшний день находится в Сейме, оно как бы польское, потому что как бы там поляки, да? Но почему-то эти поляки не стремятся особо большим желанием стягивать, подобно немцам, своих этнических братьев с территории бывшего Советского Союза, включая Украину. Этому много причин и много объяснений, потому что люди определенной национальности вот в последних 10, 15, 20 лет, особенно с момента, когда в Польшу вошла в Евросоюз, приезжали в Польшу, кто в Крахтов, кто в Варшаву, привозили документы, что они потеряли недвижимость или получали компенсацию от европейских каких-то там фондов, ну, допустим, от 100 тысяч евро и выше, в зависимости от того, что они потеряли. Если же разобраться по существу, то такие компенсации должны получать и поляки, которые этничные, этнические поляки, да? Которые оказались в Казахстане, которые оказались в Белоруссии, которые оказались на Украине. Но почему-то этого не происходит. Это отдельный вопрос. И в польское правительство, несмотря на то, что в свое время были бы не приняты законы, что все, кто когда-то был в бывшей польской службе безопасности, в партийных структурах, не имеют права занимать государственных должностей. Я этот закон в свое время поддерживал. Но потом как-то народ тихо, мирно, прососался, просочился. И, по сути дела, польское правительство, ну, оно как бы польское, да? Потому что, я больше чем уверен, не все поляки так думают. Очень много там порядочных людей. Но в Польше тоже большой разброд, поэтому Польшу трогать не буду. В Польше очень сложно зацепиться. Наверное, есть возможность, слышал, что там можно зарабатывать по 1000 долларов в месяц. На стройках может быть меньше. Я думаю, достаточно этих денег для того, чтобы подобрать одну из бедненьких европейских стран, там прикупить себе недвижимость подешевле. И на основании этой недвижимости можно начать процесс легализации, ну, возьмем Румынию, Болгарию, Словакию. Кроме того, есть люди, и я думаю, кто ищет вопросы эмиграции, есть люди, которые, ну, за определенную, как бы, вознаграждение решают вопросы с документами. Это известно, и даже об этом писали иногда украинские газеты. Я же все-таки хочу в этом фильме сделать акцентировку на то, что искать всеми возможными путями легальный способ, официальный способ решения каждого конкретного случая персонально, лично. В каждой из стран есть адвокаты, которые только и занимаются тем, что занимаются возможностью легализации, если вы находитесь в этой стране. Допустим, по Чехии вопросы решались в свое время в 5000 долларов или покупка жилья, год, два, три, четыре, пять, не знаю, сколько сейчас легализация была. Есть Болгария, есть Румыния. Есть масса вариантов для тех, кто хочет и для тех, кто ищет. Но самое главное, что вы должны пытаться выучить язык страны пребывания. И я бы все-таки советовал, как бы имея определенный жизненный опыт в этом направлении и попутешествовав по странам бывшего Советского Союза, кто следит за фильмами, знает, вот я бы посоветовал все же обращаться за консультациями к адвокатам, люди, которые специализируются в этом и которые занимаются этим. Если, допустим, в Испании вам нужно купить жилье за 150 тысяч евро, хотя бы такой суммы у вас идет процесс легализации, Испания довольно забюрократизирована, то в других более бедных странах это происходит намного проще, намного, ну, может быть, за другие, не может быть, а за другие деньги. Поэтому мой призыв, я консультации могу давать довольно-таки, ну, сейчас бесплатные, да. Кому-то я консультации оказываю за небольшое вознаграждение. Но, по всей видимости, сейчас я с моими друзьями разрабатываем, то есть работаем над одним проектом, в котором мы будем, вернее, я буду давать максимум консультаций, которые можно сделать путем интернета, а уже если кому-то понравится или кто-то воспользуется моей услугой или ссылками тех адвокатов, которые укажу, каждый посчитает, вполне возможно, что примем решение, что, допустим, человек хочет пожертвовать на поддержание канала, вот, на поддержание такой полезной информации, но это не обязаловка, это вот, по желанию будет, пока я этих таких плашек, фишек не выставляю, хотя у меня на некоторых газетах есть, значит, ссылки на пожертвование, вот, я сейчас на этом не акцентирую, я, как уже говорил, нахожусь в Великобритании, у меня есть, как зарабатывать, то есть, особых я таких потребностей не испытываю, конечно, любому человеку, даже самому богатому, всегда денег мало, вот, но я на мир смотрю другими глазами, и идея канала Компери, это, как бы, я перефразирую старинную такую пословицу, что эмигранты всех стран объединяйтесь, это я в первую очередь говорю к выходцам из Украины, из России, из Белоруссии, вот, к тому русскоязычному пространству людей, которые говорят на русском языке, вполне возможно на украинском, почему все свои передачи, будучи выходцем из Украины, я делаю на русском языке, потому что русский язык расширяет пространство общения, так как во времена Советского Союза русский язык был языком межнационального общения, вот он таким и остается, если же английский язык объединяет анлоязычный мир, вы все прекрасно знаете, Англия маленькая страна, да, Великобритания, Канада, Соединенные Штаты, Австралия, Новая Зеландия, можно долго перечислять, а за бизнес вообще можно сказать, практически каждый зарубежный бизнесмен не просто обязан, он просто говорит хорошо на английском языке. Если вы на английском языке не разговариваете, вы свои возможности уменьшаете до минимума, поэтому тех, кто-то особо зациклились, вот я Крым Украинского ничего знать больше не буду, на кацапской мове разговаривать не буду, я таких людей ни в чем переубеждать не буду, то есть каждый, каждый знает свой шесток, да, но языки нужно знать, с адвокатами вы можете общаться на языке, на том, на котором вы наиболее доходчиво можете объяснить вашу ситуацию, в которую вы попали, вот, это расширяет, язык это как инструмент, чем больше у вас классного инструмента, тем легче вам общаться и когда вы находитесь за рубежом, легче вам получать информацию, информацией делиться. Вот, это вот мои такие пожелания. Те же, кто находится на Украине и думает, как оттуда выехать, но вы все знаете всякие моб-законы, всякую эту байду, которую придумало правительство, все эти законы незаконные, но вместе с тем, несмотря на то, что в стране незаконное правительство, незаконные приказы, неконституционные, основной закон Украины до сегодняшнего дня, он не отменен, это Конституция Украины, там какого созыва, сами разберяйтесь. То есть, если вам даже кто-то что-то рассказывает, показывайте Конституцию и показывайте основной закон, то есть, его никто не отменял. В 91-м году в стране было достаточно многих, достаточно большое количество умных, талантливых людей, которые вот работали над составлением нормативных документов. Несмотря на какие-то с сегодняшнего дня кажущиеся несостыковки, Конституция все же является основным документом. Поэтому, если вам кто-то ставит палки в колеса, если вам кто-то мешает выехать, ну, обращайтесь к местным адвокатам, хотя дома полный беспредел. Если адвокаты не принимают к осмотрению ваши документы, все равно такие документы подавайте, оформляйте, потому что если активность населения минимальна, то даже то жлобье варьё, которое засело во власти, оно глаз вопиющего в пустыне просто не услышит. Есть такая из Библии поговорка «Стучитесь, и вам откроют двери». Если ваш стук не услышали, берите в руки что-то более тяжелое. Насколько я знаю, молодых людей принимает Канада, до 35 лет Канада всегда стремилась, особенно там, где есть высшее образование, дети, но процесс длительный, дорогостоящий, не каждому этому по карману. В последнее время участилось много провокаций со стороны как бы не Соединённых Штатов. Вам предлагают выиграть грин-карту, но не каждый знает, что уплатив за грин-карту, это ещё не значит, что вы въезжаете в страну. То есть вам достаточно должно быть денег, чтобы вы переместились в Соединённые Штаты, по строителям. Ну, в Соединённых Штатах работы валом, кто бы что там ни говорил, что там разруха, развал. Развал и разруха прежде всего в голове каждого из нас. Если человек хочет, он находит пути, если человек не хочет, он ищет причины. Поэтому я придерживаюсь всего того, что я сказал раньше. Каждый из тех, кто решил эмигрировать, должен думать о своих детях, о ихнем будущем, а не о том, чтобы растить рабов для рабовладельческого государства. Это моя личная точка зрения. Вот. Поэтому ищите пути. Есть пути самые разные. Не о всех о них можно говорить. Вот. Да, Западная Украина наиболее активна в этом мероприятии, их просто меньше. В большом количестве они были, пострадали в репрессиях 39-го и после годах. Но они ещё помнят те времена, когда они не ходили в советском ярме. А Центральная Украина и Восточная Украина пострадали очень сильно. И те люди, которые пострадали от голдоморов, от других мероприятий, их просто нету давно. Там были какие-то дети, которые уже давно тоже поумирали. Поэтому, когда Западная Украина говорит о голдоморе, можно послушать. Но, в общем-то, их это так сильно не коснулось, как коснулось Центральную Украину, как Мельницину, Винничину. То есть практически каждая область, Киевщина, все сельские районы Украины пострадали очень сильно от голдомора. Это если голдомора. Но, так как в стране ничего не меняется ни в какую сторону, вопросы иммиграции остаются актуальными. Я постараюсь вот сейчас с некоторыми людьми, которые находятся в Великобритании, мы договорились, что я попробую, не попробую, я сниму пару фильмов, в которых люди на камеру скажут о своих впечатлениях, о посещении Великобритании, конкретно Лондона. Последнее время больше моих фильмов, в большинстве моих фильмов я говорю, продолжаю говорить о Великобритании, потому, что я в этой стране нахожусь. Вот, о Аргентине я и дальше продолжаю говорить, потому что никуда не деть 10 лет прожитых в этой стране. Я уже об этом говорил. О других странах, в которых у меня хорошая взаимосвязь с людьми, я тоже буду упоминать. Буду рассказывать, как дело обстоит там. Но на сегодняшний день, в любом случае, выехать из Украины, у вас остаться в живых и дать будущее вашим детям, это, я считаю, значительно больше, чем уйти, умирать на восток Украины, защищая интересы вот той бандитской власти, которая просто ворует, ворует, ворует и ворует. Но рано и поздно все равно посадят. Страну нужно будет восстанавливать. Поэтому нужны здоровые, трезвые силы, которые из котла вот этого огромного постсоветского вырвались. Зная историю Украины, там очень редко и очень непродолжительно бывали спокойные времена. Да, во времена Советского Союза относительно было спокойно. Но если учесть, что до 1974 года или какого-то года сельские жители не могли выехать в город только на учебу, потому что им паспорта не давали, а это было совсем недавно. Многие помнят эти времена. Поэтому остается один путь. Для того, чтобы изменить ситуацию в стране, нужно чему-то научиться, а научиться нужно за рубежом. Поэтому и более гибкие, более лояльные, более человеколюбивые страны, так называемого дикого запада. Ну, включая частично Латинскую Америку, хотя Латинская Америка тоже сложности. Вот, то есть не стесняйтесь, задавайте вопросы. В мой email вы найдете. Каждый знает, как искать email. Регистрируйтесь на гмайле. Тогда легче войти в контакт. Вот. Мой email название канала плюс gmail.com. То есть, если есть конкретные вопросы, не обязательно их выставлять на YouTube. Если у кого-то есть деликатные вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Я не... Несмотря на все то, что произошло на Украине, продолжаю любить свою страну и в то же время ненавидеть. Вот. Но на все свое время и самый лучший доктор, самый... Это, конечно, время. Время зализывает все раны, ставит все на свои места. Люди потом очень тяжело каются. Но каждому свое, каждый взявший на себя грех, за него сам и понесет ответственность. Поэтому нету греха в том, что люди уедут за рубеж. Даже если вы уедете в Россию, вы тоже сделаете. Если уже у вас никакого выхода нету, неважно, с какой территории Украины. Как Библия говорит, уходи от зла и будешь жив. Вот, пожалуй, на этом я свой коротенький фильм заканчиваю. Думаю, что в воскресенье постараюсь выложить фильм с таким рассказом молодой аспирантки о ее впечатлениях от первого визита в Лондон. Ну, будет, наверное, не будет. А постараюсь этот фильм наиграть. Договоренность достигнута. Сразу скажу, с олигархами, с людьми, которые наворовали в Украине много денег, купили здесь гражданство, неизвижимость, я стараюсь не общаться. Мне с этими людьми говорить ни о чем. Здесь, к сожалению или к счастью, такого добра хватает. Страна демократично принимает всех. То, что где-то происходило, это уже другой вопрос. А если человек платит здесь налоги, придерживается существующего законодательства, пускай живет. Очень легко осуждать людей за их поступки, проступки, за ошибки. Платишь налоги, выполняешь законы, живи. Будешь что-то вякать против, есть уже специальные службы, которым этим занимаются. Поэтому я лично с воришками не общаюсь. Кому должен, прощаю всем и приношу свои извинения. Кто должен, мне тоже прощаю и приношу свои извинения, потому что мир так устроен, особенно на Украине. Мы все живем после 1917 года в форс-мажорных обстоятельствах. Но я от форс-мажора ушел. Все, с вами был Константин Перегуда, канал Конпери и Мега Аргентина.